Страховой номер индивидуального лицевого счета, или по-другому СНИЛС, выдается более 20 лет. Сейчас его необходимо предъявлять по требованию не только при поступлении на работу, но и при обращении в различные органы власти и учреждения. И чтобы упростить получение заветной зеленой карточки, 1 апреля этого года было принято решение перенести СНИЛС в электронный вариант. Поскольку сфера применения этого страхового свидетельства так отошла уже от пенсионного фонда и стала так повсеместно использоваться, возникла необходимость упростить документы оборот и необходимость гражданам обращаться к нам за этим документом вот в таком стандартном традиционном виде. Выданный ранее документ этот, он остается в действии, он не требует замены, он не требует выдачи нового документа. За прошлый год 4000 человек обратились в пенсионный фонд, чтобы сделать повторный СНИЛС в связи с потерей предыдущего. Сейчас восстановление документа уже не требуется, поскольку вся информация есть в электронном варианте. При необходимости данные можно отправить по почте либо распечатать. Гражданам достаточно зайти на сайт пенсионного фонда, перейти в личный кабинет и выбрать соответствующую графу. Такая операция занимает не более двух минут. Удобно, конечно, если в электронном виде, не надо было бы его, получается, носить с собой. Удобно, хорошо было бы. С каждым годом все больше документов переходит в электронный вариант. Следующая на очереди – трудовая книжка. К реализации проекта приступят в 2020 году. На первом этапе переход планируется сделать добровольным по заявлению работника. Марат Дажедаев, Владислав Будников, САМПО ТВ, 360.